Банк развития Казахстана в 2008-2009 годах подписал с Госбанком развития Китая три кредитных соглашения на общую сумму 300 миллионов долларов. Все выделенные займы были полностью освоены, а именно профинансированы проекты в сферах электроэнергетики, металлургии, транспорта и текстильной промышленности. Кроме того, БРК и CDB в этом мае заключили генеральное соглашение об открытии кредитной линии на сумму 500 миллионов долларов. Глава БРК Булат Жамишев на встрече в Астане проинформировал китайского коллегу о возможностях финансирования в нашей стране проектов в несырьевых отраслях экономики и инфраструктуры. В настоящее время портфель потенциальных проектов БРК превышает 1 триллион тенге. Казахстан занял 31 место в рейтинге стран по эффективности госрасходов, набрав 3,8 балла. Об этом говорится в отчете конкурентоспособности экономики, подготовленном Всемирным экономическим форумом. В рейтинге за 2012-2013 годы из 144 стран Кыргызстан расположился на 122 позиции с 2,3 баллами. Россия на 103 с 2,8 баллами. Показатель в 1 балл оценивается как чрезвычайно неэффективное расходование, показатель же в 7 баллов чрезвычайно эффективное в представлении товарами и услугами. Странами, где власти наименее эффективно тратят госрасходы, стали Босния и Герцеговина 1,7 балла, Аргентина также 1,7 балла и Венесуэла 1,5 балла. В первую десятку стран, где эффективнее всего тратят госрасходы, вошли Катар, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Оман, Финляндия, Саудовская Аравия, Швейцария, Швеция и Новая Зеландия. Почти половина спам-сообщений рассылается с названиями известных платежных организаций. Мошеннических писем, использующих названия известных банков, платежных сервисов, онлайн-магазинов и других финансовых организаций, в июле стало больше на 7,9% пункта. И в итоге их доля составила почти 42% от всех фишингованных сообщений. При этом из всех платежных систем злоумышленники активнее всего интересовались PayPal, говорится в отчете лаборатории Касперского. Первое место в числе рассылаемых спам-сообщений в мире принадлежит США, на долю которых пришлось 15,3% разусланного спама, что на 2,2% больше показателя прошлого месяца. Далее следует Россия. Доля спама, разусланного из этой страны, составила 5,6%. Это на 1,4% меньше, чем в июне. Замыкает тройку Китай, откуда была разуслана 5,3% мирового спама. На 0,3% меньше по сравнению с прошлым месяцем. Далее информация от аналитиков Forex Club. Накануне пара евро-доллар смогла развить восходящую коррекцию. Котировки поднялись до уровня 1,3192. Таким образом, рост составил 0,19%. Движение имело в своей основе исключительно технические факторы. Евро давно выглядит перепроданным. Отсутствие макроотчетов позволило паре частично отыграть этот фактор. Небольшой рост по итогам дня показало и золото, укрепившись на 0,12%. В ходе торгов котировки желтого металла поднимались до уровня 1,287,31, но к закрытию откатились к отметке 1,282,56 за тройскую унцию. Нефть марки Brent завершила среду практически без изменений, закрывшись всего на 2 пункта выше уровня открытия 102,53. Для роста у актива по-прежнему нет фундаментальных оснований. Падение же сдерживается ожиданиями сезонного повышения спроса. Сегодня у евро могут появиться новые поводы для разочарований. В итоге евро-доллар может вернуться к уровню 1,3160 с дальнейшей целью на 1,3100 в случае его прорыва. На фоне увеличения интенсивности военных действий на юго-востоке Украины золото может получить поддержку, пытаясь преодолеть сопротивление на уровне 1,287. При условии выхода позитивной американской статистики, желтый металл может вернуться в район уровня 1,271,3. И на этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Читайте нас также в социальных сетях. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok